Поспела черноплодная рябина, буду делать домашнее вино. Многие садоводы недооценивают эту культуру. В лучшем случае растет вдоль забора, а то и за ним. А ведь это очень полезная ягода. Снижает уровень холестерина и нормализует повышенное давление. Из нее можно делать сок, а также получается отличное вино, чем я и займусь. Итак, в сухую погоду собрали пару ведер черноплодки. Перед использованием ягоды мыть не надо. На их поверхности находятся бактерии, которые будут способствовать брожению. Начиная первый этап производства. Для начала все ягоды нужно раздавить. Для этого небольшое количество ягод я пересыпаю в пластиковую емкость и давлю с помощью деревянной ступки. Затем всю черноплодку пересыпаю в емкость для брожения. Чтобы гарантированно началось брожение, можно добавить горсть немытого изюма. В этот раз я не добавлял. После того, как все ягоды раздавлены, я в емкость для брожения засыпаю сахар. Из расчета пол кило сахара на 5 килограмм ягод. Все хорошо перемешиваю и накрываю емкость. Можно использовать марлю. Оставляю емкость для брожения на 5-7 дней при комнатной температуре. Хотя бы один раз в день содержимое нужно перемешать, чтобы на поверхности не образовывалась плесень. Прошло 5 дней. Ягоды набухли и всплыли на поверхность, а сок уже довольно сильно пенится. Значит пора переходить ко второму этапу производства. Отделяю сок от ягод, процеживая через марлю. Из ягод отжимаю остатки сока. Можно без фанатизма, они нам еще пригодятся. Весь получившийся сок переливаю в емкость для брожения. Я использую 19-литровую пластиковую бутылку из-под воды. На бутыль нужно установить гидрозатвор или, как я, одеть резиновую перчатку, в одном пальце которой иголкой нужно сделать отверстие. К ягодному жмыху добавляем полкило сахара и наливаем 1 литр воды. Напомню, что данный рецепт дан на 5 килограмм ягод. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 5-7 дней. Прошла неделя, здесь также наблюдается активное брожение. Весь сок переливаю в ту же бутыль, где сейчас хранится первая партия. Ягодный жмых нам больше не нужен, его можно отправить в компост. Снова одеваю перчатку и ставлю бутыль в темное место с комнатной температурой. Вино здесь будет находиться, пока полностью не закончится процесс брожения. Он может проходить от трех недель до полутора месяцев. Когда брожение закончится, будем снимать вино с осадка.